Инвестируй в Туву В данном проекте не только о каких-то крупных компаниях, которые вкладывают большие инвестиции, но здесь речь идет и о субъектах малого, среднего, микропредприятий, которые готовы открыть свое дело в республике, и наша задача правительства, в частности проектного офиса, сделать все вот эти услуги, административные барьеры, которые у нас сопровождаются. Допустим, вы хотите открыть, скажем, кафе. Вот недавно у нас был конкурс Тувинской баранины, понравился нам рецепт, я хочу теперь оказывать услугу, построить кафе и радовать жителей столицы. Соответственно, у меня должен быть земельный участок, у меня должно быть помещение, у меня должен быть персонал. Но чтобы получить земельный участок, мне нужно получить разрешение. А вот это количество дней на выдачу разрешения на земельный участок, постановка на кадастровый учет, зарегистрировать свое предприятие, подключить мой ларек к сетям, к электрическим, набрать персонал, на это все потребуется время. И чтобы я не бегала там по всем инстанциям, наша задача в том, чтобы это время сократить и сделать услугу, чтобы она была комфортной, чтобы ее получили без стояния в очереди. Поэтому, допустим, вот такой показатель среднего времени подключения к электросетям в рамках вот этого проекта мы его сократили. Если он где-то раньше был, в предыдущие годы могли люди ходить, то с этого года мы его сократили до 90 дней. То есть подписали соглашение с ТВ-энерго правительства, четко поставили условия и количество процедур, сколько предприниматель должен подать и в какие сроки. А ТВ-энерго, в свою очередь, должны обеспечить качественным электроснабжением. Тоже вот срок 90 дней. И, соответственно, там рассчитаны сроки, время, какие мероприятия. Следующий, допустим, такой показатель, который здесь учитывается, это, скажем, среднее время получения разрешения на строительство, если мы что-то строим и возводим. Здесь тоже было почти 268 дней, а сейчас сократили до 122 дней. То есть за счет чего это случилось? За счет того, что некоторые процедуры мы запараллелили. Допустим, не ждем, одну бумажку выдали, 30 дней прошло, потом за другой побежали. Мы делаем через МФЦ. Вот вы же, наверное, знаете, что сейчас в торговом доме Нарзин мы открыли МФЦ, дополнительно 10 окон. То есть предприниматель приходит, подает туда заявку, и уже структуры по межведомственным взаимодействиям, они уже начинают все вот эти справки между собой стыковать, и предприниматель уже в результате получает готовый документ, разрешение на строительство. Вот в этом и заключается суть проекта, чтобы были созданы условия для создания предприятий, для создания каких-то небольших точек торговли или производств. Поэтому он называется «Инвестируй в ТУВУ». Потому что даже вот эти маленькие инвестиции, они есть это инвестиции. Вот вы сказали, что название говорящие. Этот проект направлен в первую очередь именно нашим местным предпринимателям, или с других регионов тоже могут принять участие? Он направлен для всех. Вот смотрите, мы же ведь не можем ограничивать какие-то права даже тех же приезжих предпринимателей. Они же ведь с нами могут поделиться какими-то своими новшествами, но при этом они регистрируются же на территории республики. Соответственно, от этого выигрывает наша территория. Во-первых, они создают рабочие места здесь, оплачивают заработную плату, а НДФЛ поступает в республиканский бюджет, и, например, в городской, если на территории города Кызыла. Поэтому даже если это и с других регионов, и даже если это иностранные инвесторы, то мы работаем на всех, чтобы это был выход и благо для республики. Доходная часть увеличивается. Елена Владимировна, этот проект направлен в первую очередь на создание комфортных условий для ведения бизнеса в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Давайте объясним нашим телезрителям, что же такое инвестиционный климат. Вот вы уже сказали название, да, национальный рейтинг. И как раз субъекты Российской Федерации оценивают по этому рейтингу. Как происходит оценка? То есть, допустим, за прошлый год было зарегистрировано через налоговую службу определенное количество предпринимателей. ЦИОМ, то есть это центр, который создан при Агентстве стратегических инициатив Российской Федерации, он обзванивает выборочным методом несколько предпринимателей. То есть в зависимости от количества зарегистрированных субъектов определяется, сколько субъектов предпринимательства в таком выборочном порядке будут обзваниваться. Соответственно, задаются вопросы, получали ли вы эту услугу, да, за какой период времени вы ее получили, да, с какими трудностями, проблемами вы столкнулись. И задаются такие вопросы. И, соответственно, предприниматели, то есть ни правительство, ни какой-то другой орган исполнительной власти на это повлиять не может. И это идет обратная связь от предпринимателей. Они высказывают свои замечания, предложения, пожелания, как это было. И на основании этого оценивается по, скажем, по пятибалльной системе, дается оценка работы правительства. И, соответственно, наше предпринимательское сообщество, оно дает эту оценку. Кроме этого, оценку дают эксперты. То есть у нас, допустим, в качестве экспертов выступает торгово-промышленная палата. Это как раз такая независимая общественная организация, которая видит, как работает правительство. И они видят, как работают другие субъекты Российской Федерации, как они работают там с предпринимателями, чтобы что-то обменяться опытом, получить. И поэтому в национальном рейтинге, если сказать по-честному, то за 2014-2015 годы мы были на последнем месте. Когда разобрались в методике, когда мы стали работать именно не для галочки, а именно для предпринимателей. То есть, если вы помните, в прошлом году мы проводили очень много таких площадок, где глава сам выступал, в том числе по тех присоединению, решал вот эти проблемы. То есть власть слышит, какие проблемы есть у предпринимательского сообщества, и принимает меры, принимает нормативно-правовые документы. И, соответственно, мы уже потом в обратной связи эту оценку получаем. По итогам прошлого года, 2016 года, мы поднялись на 19 позиций. То есть вот результат этой работы. Это вот за годы? Да, да, за год. И мы заняли 62-е место. Сейчас, конечно, мы поняли, как эта методика работает. Мы пересмотрели рабочие группы. Допустим, была у нас рабочая группа по тех присоединению. Она состояла раньше из чиновников. Ну как чиновник может, допустим, в тех присоединении подключить? Мы пересмотрели и поняли, что это абсолютно неправильный состав рабочей группы. Нужно приглашать именно специалистов, энергетиков, кто там занимается в том же ТВ-энерго или в ТВ-энергоспыте подключением, чтобы они правильно поставили эти сроки, чтобы они видели проблему предпринимателя. И когда мы даже первый шаг сделали, изменили составы рабочих групп, стали проводить чаще открытые вот такие диалоги, привлекать самих предпринимателей. Кроме этого, мы делали контрольные закупки. Ну вот, брали предпринимателя, который хочет получить какую-то услугу, скажем, зарегистрировать свое предприятие через налоговую, или же получить разрешение на строительство, или поставить на кадастровый учет, или, скажем, к электроэнергии подсоединиться. И проходили с ним эти процедуры. И, конечно, вот контрольная закупка, она показывает, на каком этапе и где какие ошибки совершаются. Самым проблемным у нас вот в этой работе является выдача земельных участков, регистрация земли. Поэтому сейчас вот с Минзимом готовим, опять же, как в прошлом году, по аналогии было на уровне главы большое совещание, большой совет по тех присоединению. И мы смогли преломить эту ситуацию. Сейчас планируем вот в ближайшее время провести такую же работу, такое же совещание по выдаче земельных участков. Потому что это самый главный вопрос, который на сегодня волнует предпринимателей. Лена Владимировна, вот с начала этого проекта каких инвесторов уже удалось привлечь, и какие вливания получила наша республика? Ну вот по этому проекту «Инвестирую в ТУВУ» самые большие, это, естественно, корнодобывающие. Потому что для них, помимо сокращения сроков, у нас же также внесены изменения в налоговое законодательство, чтобы привлечь инвестора, чтобы инвестор пришел на эту территорию. То есть самая крупная компания, ну допустим, «Межигейуголь», для которых мы приняли по налоговому законодательству льготы. То есть мы довели ставку налога на добычу полезных ископаемых до нуля. Это, соответственно, их привлекло, что они могут здесь работать. В то же время мы с ними заключаем соглашение, если мы им даем льготу, чтобы они часть вот этой прибыли, которую они получают от того, что налоги не оплачивают, чтобы они создавали здесь инфраструктуру. Допустим, Лунцин, они пользовались льготой, построили объездную дорогу. Сейчас мы Лунцину указываем на то, что вот дорога с Рексепа в Кызыл, там, где большие машины продавляют, чтобы тоже там ремонтировались. На сегодня у нас семь крупных компаний работают на территории республики. Результат такой работы вы уже видите, например, в гостинице, которая вот со дня на день будет открыта. Это вот азербайджанская компания. То есть мы уже привлекаем иностранных инвесторов. Допустим, «Тардан Голд», там шведские инвесторы. И вот благодаря тому, что мы сокращаем сроки, налоговое законодательство регулируем, они приходят. Дальше, допустим, это крупные, самые крупные. Помимо этого, в этот проект какие виды поддержки, они тоже входят. Вы все, наверное, знаете, что мы оказываем виды поддержки. В предыдущие года выделялись гранты. На основании выделенных грантов тоже построено очень много производств по республике. И, допустим, вот мясокомбинат в сукпаке. Продукцию мы все сегодня пользуемся, на столах она имеется. Убойная цеха, которая по республике есть. Молокоперерабатывающая цеха. Это тоже считается инвестициями, потому что люди, предприниматели, они купили оборудование. Это инвестиция, которую они вложили, и которая уже им потом дает отдачу. Соответственно, республика от этого тоже выиграла. Ну, таких проектов очень много. И мы стараемся, надеемся на то, что путем сокращения сроков и путем создания площадок инвесторы будут еще приходить. Ну, не обязательно крупное такое слово «инвесторы». Ну, и наши микропредприятия, потому что численностью до 100 человек, они считаются микропредприятиями. А как муниципалитеты включились в этот проект? И включились они? Да, муниципалитеты здесь тоже, они очень задействованы, потому что, допустим, разрешение на строительство, скажем, это же у нас в муниципалитете происходит. Поэтому местная власть тоже один из участников этого проектного офиса. Также муниципалитеты, они готовят уже площадку. Допустим, вот сейчас встал вопрос по туристической деятельности. А тот же муниципалитет, он заинтересован в том, чтобы у него была гостиница, хотя бы какое-то средство, где люди могли разместиться. Вот. Поэтому вот прямое направление муниципалитетов — это подготовить площадку. Допустим, город Кызыл, да, вот на территории города Кызыла мы сейчас готовим информацию, и вместе с агентством по привлечению защиты инвестиций хотим, чтобы в городе Кызыл был индустриальный парк, чтобы туда могли как можно больше предпринимателей собраться и свою продукцию производить. И поэтому такие же площадки, ну, конечно, в меньшем масштабе, муниципалитеты у нас в кожунах, в поселениях, они должны делать. Начиная, скажем, от гостиницы, заканчивая площадкой, на которой можно разместить, скажем, там, завод по производству пеноблоков. А если вот копнуть глубже, а все-таки какие из наших муниципалитетов все-таки заинтересованы в этом инвестпроекте, и кто находится в аутсайдерах? Если в город Кызыл не брать? Если в город Кызыл не брать, тогда на втором месте я бы выделила Кахемский кожун, Тандынский кожун. Это как раз те кожуны, где находятся инвесторы, потому что задача председателя администрации правильно взаимодействовать с инвестором, и от него уже, чтобы развивалась инфраструктура на территории кожуна. Это и дорога, и детский садик, и школа, и так далее. Тандынский кожун в этом направлении, можно сказать, Кахемский, я уже сказала. Можно назвать, ну Кызылский я бы тоже назвала, потому что там он на стыке находится, и вот мясокомбинат тоже он в Кызылском кожуне. Ирзынский кожун можно назвать, Авиурский, потому что у них там они стараются по приграничному сотрудничеству работать. Ну, в принципе, каждый в свою меру старается. Ну, допустим, например, Мангун-Тайга, да, как они стараются? Мангун-Тайга на сегодня, если вы помните, летом к нам приезжали с крестьянского гостеприимства по туризму, и вот там из Франции девушка, она предлагает привезти бактерии для производства сыров, а у нас там молоко яка, да, сарлыка, и, соответственно, какой будет интересный сыр. И поэтому вот здесь задача Мангун-Тайгинцев сейчас найти ей, выделить семейный участок, помещение, чтобы она приехала, и вот такой гастрономический туризм был. Это тоже будет по-своему являться вкладом в проект «Инвестируй в Туву». Елена Владимировна, два года назад по инициативе Шулбана Валерьевича было создано агентство по привлечению и защите инвестиций Тувы. Какие результаты уже можно сегодня отметить? Агентство по привлечению и защите инвестиций, в первую очередь, оно занимается сопровождением крупных проектов. Вот, допустим, гостиница, которая у нас сегодня, мы видим, построилась на берегу Унисея. Вот этот проект агентство по привлечению и защите инвестиций, они сопровождали. Сегодня они создали одно окно, куда предприниматели тоже могут обратиться по сопровождению проектов. Сейчас они занимаются проектами в сфере медицины. Допустим, на Красноярском экономическом форуме Шулбан Валерьевич подписал соглашение с инвесторами из Красноярского края и зарубежными инвесторами, о строительстве стоматологии детской. Это здание рядом с терапевтическим корпусом. Также много профильного медицинского центра и еще ряда проектов, именно связанных с медицинской деятельностью. Сейчас они вот там отрабатывают. Вот такие. И кроме этого, агентство является главным оператором по строительству индустриального парка на территории города Козыла. В инвестиционном паспорте, вот как раз про индустриальный парк отмечается города Козыла, да, на территории парка планируется разместить 22 резидента, которые подтвердили свою готовность. Якорным станет Калтанский завод металлоконструкции по производству строительных материалов. Вот по этому поводу, что можно сказать? Вот Калтанский завод, он располагается в Кемеровской области. И вы же знаете, что на сегодня у нас рынок строительных материалов, он в основном завозной. И, соответственно, себестоимость, она дорогая. Поэтому на индустриальном парке мы бы хотели открыть именно площадки по строительным материалам. В частности, вот с помощью Калтанского завода металлоконструкции мы бы хотели, чтобы там производились помимо пиломатериалов и строительные смеси. Потому что рынок пиломатериалов тоже у нас наполовину нелегален. Ведь мы же знаем, что половина пилорам нелегально незарегистрированных, они находятся на территории муниципальных образований в лесу. А рынок сбыта, то есть это стихийные площадки, которые у нас на окраине города находятся, нету такого рынка, где бы мы могли пиломатериалы в полном ассортименте представить. И поэтому такое решение принято. Лена Владимировна, вот у меня есть такая информация, что сегодня вопрос реализации уперся в 25 миллионов рублей, который не выделяет Министерство финансов Республики на обустройство территории и, как следствие, проект может потерять свыше 170 миллионов рублей федеральных, так как не сможет участвовать в федеральном конкурсе. Вот это, все это тормозит заход резидентов в наш регион. Ну, не совсем верная информация. На сегодня само агентство отрабатывает вопросы техподключения этого участка. Этот участок находится в Калинино, 27, где будет будущий индустриальный парк. Вопросы, которые сейчас отрабатываются, они касаются подключения инженерной инфраструктуры. Ну, в первую очередь, это электричество. Софинансирование у нас предусмотрено в этом году. По критериям мы не прошли отбор Минэкономразвития, но на следующий год вот сейчас нам указали на недостатки, в том числе вот то, что у нас отсутствовало подключение к электрическим сетям. Мы надеемся, что в следующем году мы по этому конкурсу пройдем. Хотя в Минэкономразвитии на комиссии, которая в этом году в начале года была, нам отметили, что по готовности, по эффективности и по сумме вкладываемых средств наш парк, он более такой эффективный, емкий, и мы надеемся, что там результаты будут хорошие. А когда все-таки будет индустриальный парк? В 2018 году стоимость всего проекта на более 600 миллионов рублей, то есть там и федеральные, и республиканские, и небюджетные собственные тоже источники там предусматриваются. Если в 2018 году мы пройдем по конкурсу и по срокам финансирования все мероприятия реализуем, то думаем, что в конец 2018 или 2019 год, первый квартал, максимум второе полугодие 2019 года у нас уже индустриальный парк, площадки уже будут работать. Возвращаясь к проекту «Инвестируй в ТУВУ», куда обращаться? Тем людям, которые хотят. Да, да, да. Что касается проекта «Инвестируй в ТУВУ», есть один общий проектный офис, который у нас располагается на первом этаже здания Дома правительства. Чульдом 18, 105 кабинет, вот там наш офис. А что касается именно тех услуг, в рамках которого может предприниматель получить, допустим, это зарегистрироваться в налоговой, получить разрешение на строительство, там, подключение к электросетям. Здесь все предприниматели могут обратиться через многофункциональные центры, которые у нас находятся в городе Кызыль, это торговый дом «Нарзын», находится там многофункциональный центр, а прямо там же сидят у нас представители бизнеса, инкубатора фонда поддержки предпринимательства, торгово-промышленной палаты, чтобы оказать всемирную поддержку предпринимателям. И также можно обратиться в МФЦ, который у нас находится по улице Кичула, 7. Кроме этого, можно обратиться в агентство по привлечению защиты инвестиций, которое находится на улице Чульдум, это бывшее здание этого кредита. Там же находится и коворкинг-центр, где можете бесплатно поработать, получить услуги. И, соответственно, можно обратиться в Министерство экономики. Мы находимся в Чульдум, 18, второй этаж, 211 кабинет, телефон 32556, можно записаться на личный прием. Поэтому вся поддержка, которая есть, все инфраструктуры, бизнес-инкубатор, торгово-промышленная палата, мы постарались их собрать в одном месте, это в торговом доме «Нарзын», тоже можно обращаться туда. Елена Владимировна, спасибо, что выделили нам время и рассказали о приоритетном проекте. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Владимировна Каратаева и говорили мы о приоритетном проекте «Инвестируй в ТУГУ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова